Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на просторах Крымской саванны, где, важно так, прогуливается главный прайд. Тигры на них посматривают с интересом и, наверное, думают, кто же царь зверей. Львы как бы застолбили за собой это звание, но очевидно, что тигры не совсем согласны с этим. Тигры тоже очень мощные ребята и вполне могут посостязаться со львами за право называться царями зверей. Чук принюхивается. У львов прекрасное зрение, но при этом они имеют и довольно развитые другие органы чувств. Обходят свои владения, как погранотряд какой-то. Вот наш красавчик-беляшик. Где-то худоба подростковая. Уже такой мощный лев. И все-таки, что значит на просторах саванны? Вон его белые львы-соплеменники. Они все-таки... Цвет у них насколько темнее. Красавцы. Да, друзья, действительно Крымская саванна это такая великолепная площадка для съемок фильмов про Африку. Я имею в виду художественных фильмов, в первую очередь. Тут все уже готово. Не надо, как говорится, никаких декораций. Может быть, когда-то кто-то из знаменитых кинорежиссеров все-таки созреет для этого и порадует каким-нибудь шедевром. По крайней мере, фильм Эдгарда Запашного про парк Львов-Тайган стал очень популярным. Да и Дмитрий Федорченко тоже снял фильм про Крымскую саванну уже в далеком 15-м году. И вы знаете, друзья, до сих пор этот фильм действительно один из лучших вообще про парк Львов-Тайган, про Крымскую саванну. Просто великолепный фильм. Но есть у нас на канале. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Так и называется лучший фильм про Крымскую саванну. Получите много удовольствия. Что ж, друзья, всем большой привет из Крымской саванны. Крымской саванны. Продолжение следует...